В Краснодаре по этому случаю собрались прокуроры со всей Кубани. Поздравить их приехали губернатор Вениамин Кондратьев и председатель законодательного собрания края Владимир Бикетов. Служители закона по традиции подвели итоги своей работы за минувший год. С докладом выступил главный прокурор края. В 2015-м сотрудники ведомства принимали участие в рассмотрении десятков тысяч уголовных дел. По многим из них поставлена точка, и виновные понесли наказание, отметил Леонид Корженек. С каждым годом в прокуратуру поступает все больше обращений от жителей края. При этом большинство вопросов социального характера. За прошедший год проделана большая работа по защите социальных прав граждан, детей, ветеранов и инвалидов. Благодаря нашему вмешательству на территории края, в том числе на банкротных предприятиях, погашены долги по оплате труда на сумму свыше миллиарда рублей. В условиях оптимизации государственных расходов работниками прокуратуры предотвращено неэффективное расходование бюджетных средств на сумму свыше 700 миллионов рублей. Еще одна из важных задач ведомства – борьба с коррупцией. Таких случаев в прошлом году прокуроры выявили около 7,5 тысяч. Ответственность понесли полторы тысячи человек. Это совместная работа исполнительной власти и прокуратуры. Ее необходимо продолжить и в этом году, считает глава региона. При этом особое внимание чиновникам и должностным лицам, чьи действия должны быть максимально прозрачны. Мы с вами должны, обязаны, невзирая на чины и звания, избавиться от тех, кто хочет поживиться за счет бюджета, кто хочет протянуть руку в бюджет и положить бюджетные деньги в свой карман. В условиях кризиса необходимо уделить еще более пристальное внимание защите прав предпринимателей. Нельзя допускать, чтобы кто-то начинал перекрывать кислород предпринимателям. Эта форма должна уже остаться далеко в прошлом. Форма, попросту говоря, передела наделенного, которая очень часто практикуется. Все население края должно быть максимально одинаково для власти. Так и перед законом все должны быть одинаково равны. Совместная работа с законодательным собранием будет продолжаться и в 2016 году. Мы планируем начинать проведение научно-практических конференций по изучению экономических основ местного самоуправления, развития экономики на территории, эффективности использования имущества муниципалитетами. Мы обратим внимание на те предприятия, которые снизили заработную плату. И в этой работе мы, безусловно, надеемся на помощь прокуроров. Еще одной традицией в этот день стало награждение лучших сотрудников службы. А начинающие прокуроры в торжественной обстановке приняли присягу. Вспоминали, конечно же, и тех, кто отдал свои жизни на службе и во время Великой Отечественной войны. К мемориалу памяти ветеранов органов прокуратуры возложили венки и цветы. Многие участники войны, которые прошли путь и много сил вложили в нашу победу, после окончания войны поменяли свои солдатские гимнастерки на покурорские мундиры. И честно трудились. И таких ряд работников, которые уже ушли из жизни. Хотелось бы в этот день поздравить и поблагодарить ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов органов прокуратуры, которые внесли огромный вклад в нашу работу, которые подарили нам бесценный опыт жизненный и профессиональный. Памятную доску в Краевой прокуратуре открыли в прошлом году в преддверии 78-й годовщины образования ведомства на Кубани. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.